Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Алексея Миранчуке, который впервые вышел в стартовом составе Аталанты и сразу в первом же дебютном матче в основе забил гол. Этот мяч стал для него уже третьим в Италии, ранее он дважды забил, выходя со скамейки запасных, ну и теперь сделал очередной шаг вперед, с чем мы, конечно, его и поздравляем, но и разумеется, на фоне всего этого мне стало интересно, а что там написали итальянские фанаты, которые в последнее время уже начали, знаете, скептически относиться к Миранчуку. Поначалу восхищались, восторги и все остальное, ну а последнее время были скептические комментарии касательно того, что футболист не адаптировался, что игрок не такой хороший, как нам показалось и так далее, но вот сейчас, я уверен, мнение снова поменялось. Ну и на сайте inoprosport.ru были, конечно же, собраны самые интересные комментарии на данную тему, а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Друзья, напоминаю, что у меня появился канал на сайте Яндекс.Дзен, где я публикую свои статьи, посвященные футболу, а также иным видам спорта. Здесь вы найдете обзоры матчей, привычные вам переводы комментариев иностранцев, ну и плюс к этому здесь будут различные заметки на актуальные футбольные темы. Поэтому здесь будут самые оперативные реакции на последние новости мирового футбола. И подписавшись на этот канал, вы будете всегда в курсе моего мнения касательно важных футбольных и спортивных событий. Ссылка на мой канал на Яндекс.Дзене в описании. Подписывайтесь и читайте мои тексты на сайте Яндекс.Дзен. Ригнандум написал. Отличный выбор позиций и фантастическое завершение от Миранчука. Ну что ж, гол получился действительно великолепный и здесь можно только похвалить Алексея. Феде Капо 9. Он должен выходить в старте и в матче чемпионата Италии. Ну посмотрим. На самом деле здесь вполне возможно этот гол и успешная игра в основном составе. Она добавит шансов Миранчуку на то, чтобы попасть в стартовую обойму и в матчах серии А. Хотя, конечно, будет тяжело, учитывая то, какая мощная конкуренция сейчас в Аталанте. Джованни Баталья написал. Развяжите ноги русскому, пускай играет. Ну это, видимо, такой тонкий намек на то, что сейчас Гасперини сковывает футболиста тем, что держит на скамейке и тем, что не дает ему шансов. Ну вот, пожалуйста. Получил возможность Миранчук и воспользовался ей. Лоренцо Барточи написал. Да, Гасперини теперь придется ставить его в основу и в чемпионате, иначе его просто не поймут. Джей Дрейк написал. Миранчук разбил автобус, который соперник поставил у своих ворот. Ну, как я действительно играл от обороны, с другой стороны, с кем было понятно, как будет действовать эта команда, что она против Аталанты будет играть от обороны. Андре Бальдо. От лица соперников Аталанты хочу высказаться касательно фантастической игры Миранчука. Нельзя его оставлять на скамейке запасных. Следующий комментарий Лоу Бучони, который написал. Видите, что будет, если вы дадите ему играть. Он станет настоящей звездой серии А. Не могу поверить, что мне нужно это объяснять вам. Я думаю, всем очевидно. Миранчук должен играть в основе. Фиибона написал. Скажите, почему он получает так мало игрового времени? Гасперини, дайте ему больше шансов. Он вас не разочарует. Рел Пепонс написал. На уровне чистого таланта Миранчук в Италии уступает только Роналду, Дибали, Ильичичу и Дзаньоло. Но это, видимо, на своей позиции имеется в виду среди атакующих футболистов. Потому что сравнивать Миранчука по уровню таланта с центральными футболистами обороны, например, не совсем актуально. Молли Блум написал. Миранчук украшает футбол. Он очень похож на картину Караваджо. Ну что ж, знаете, мощное сравнение. Караваджо – это один из легендарных художников. Я даже как-то ходил на его выставку в Москве. Ну и, в общем-то, такие сравнения – это тоже, знаете, серьезные эпитеты и серьезные похвала в адрес Миранчука. Дейвор написал. Миранчук был лучшим на поле. Срапциус написал. Миранчук настолько был в игре, что комментатор продолжал думать, будто он находится на поле, даже когда его уже заменили. Ну, возможно, там комментатор оговорился где-то и случайно назвал Миранчуком другого футболиста. Ну, забавный комментарий, ничего не скажешь. Джейсон, 80. Очень понравилось то, что я увидел в исполнении Миранчука. Ему, конечно, еще нужно расти, однако очевидно, что он обладает голевым чутьем. И это, вкупе с его потрясающей техникой, делает его великолепным футболистом. Бродспалл написал. Рад тому, что все получилось в первом тайме и что наша команда смогла раскрыть Миранчука. Он преподал урок того, как нужно действовать в штрафной площади. Ну, гол действительно получился такой достаточно толковый. Очень быстро здесь Миранчук разобрался с ситуацией и смог забить. Магновлиеро Ловерре написал. Миранчук смотрелся очень убедительно. Трую показал высочайший класс. Действовал безошибочно. Неро Блу написал. Складывается ощущение, что Миранчук наконец-то разыгрался. Снэк, 19.07. Очень сильный матч выдали. Особенный оррат за Миранчука. Венисио, 78. Не очень понял, на какой позиции выступает Миранчук, но он произвел хорошее впечатление. Брацается в глаза то, что он может наносить удары как слевой, так и справой. Ну, двуногий футболист, тут не поспоришь. Гарринс. Миранчук создает моменты. И сам забивает. Великолепный игрок. Он способен отдать отличный пас и нанести отличный удар. МФА написал. Провели великолепный первый тайм. Заметьте, что Миранчук забивал уже во всех турнирах, в которых выступает Аталанта. В Лиге Чемпионов, в Чемпионате и в Кубке. Ну, получается действительно так. Галешник Митюлану, это в Лиге Чемпионов, забил Интеру. В Чемпионате его, пожалуйста, в Кубке Кальери забил. Лукамбра написал. Заметно, что Миранчук становится сильнее. Рейн Док. Супер Миранчук по-настоящему силен. Уж теперь я точно уверен, он будет играть в основе. Было бы намного лучше, если бы он всегда выходил в стартовом составе. Он будет приносить больше пользы. Моретцо, Миранчук по-настоящему крут. Провели потрясающий матч. И Миранчук тоже действовал невероятно эффективно. Кроме того, теперь мы начинаем понимать, в каком амплуа он наиболее полезен. Ну, я думаю, всем и так очевидно, что его нужно использовать в зоне трек в арте. Я не смачтывая, поэтому могу использовать итальянские термины. Дальчисимо написал. Беспокоиться по поводу результата нам не приходилось. Миранчук вывел нас на новый уровень. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.